МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, тот, который про взаимоотношения внутри персонала ресторана, такого же, кстати, как этот, французского и дорогого. Там есть пленяющий красоты персонаж, арт-директор Виктория Сергеевна. Это актриса Елена Подкаминская. Вот о том, как устроен сериал изнутри и каково быть сериальной актрисой, сейчас у нее самой и узнаем. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. О-о-о, вы видели толщину вашу меню здесь? Здравствуйте. Спасибо. Да, красиво, красиво. Здравствуйте. Зеленый чай, молочный, пожалуйста. Я ристретто. Посоветуйте, какая рыба у вас есть? Интересно. Очень вкусная она, черная трескала, горячая вода. Да, согласна. И овощи. Овощий гриль, да. А вы здесь были раньше? Да. Я здесь снималась в фильме «Дважды в одну реку» и еще что-то такое. Вы снималась просто в ресторане, как «Локейшн» просто было? Да, да. Хорошо. Хочется с вами поговорить про сериалы вообще. А вы смотрите, во-первых, американские сериалы какие-нибудь топовые? Я мать. Я так много занимаюсь своей профессией, что, в общем, когда у меня появляется свободное время, я смотрю исключительно на своего ребенка. Если режиссер просит меня посмотреть какой-то западный сериал для того, чтобы я ознакомилась с манерой существования, близкой его концепции, тогда я взгляну и то неподробно, так прямо скажем, а мельком. Но вот есть устойчивое мнение, что сериалы на Западе стали такой передовой культурой, что там не дозволено сделать в кинематографе, то по полной в сериалах. То есть там может героем стать, не знаю, маньяк, который членяет жертв, при этом главным героем сериала. Может стать учитель химии, который болен раком, и он начинает делать наркотики. То есть вот такие персонажи выходят на передний план. Боже, какой ужас. Хорошо, что я не смотрю. Да это круто. Посмотрите. Не надо. А у вас есть ощущение, что в России к сериалам тоже какой-то центр культурный смещается? Ой, надеюсь, нет. Нет? Нет. То есть это остается чисто развлечением? Да. В целом, все-таки это очень такой неоднозначный жанр. Он за счет, наверное, того, как сама вообще вся работа устроена, он ведет к какому-то такому поверхностному, фальшивому схематизму. В общем, мне иногда стыдно. Знаете, включаю телевизор, вижу своих коллег. Когда слышу те тексты, которые они переносят, я делаю... Нет, не всегда так. Бывают хорошие истории, и я радуюсь, очень радуюсь. Ну, у вас вполне достойная история. Нет, то, что касается нас, это вообще отдельный разговор. Что касается кухни, если мы говорим уже более подробно, то здесь уникальная, на мой взгляд, история. Она отличается от всего. Чем? Мне кажется, подходом. Мне кажется, тем, что, например, авторам удалось найти вот какую-то неповторимую, уникальную идею, которую они воплотили в форму. Они невероятно тонко, подробно занимаются, например, сценарием. Я знаю, что они пишут, у них обсуждение, у них бесконечные какие-то правки. Там нет каких-то жирных шуток, случайных каких-то поворотов. Ни разу не было шутки, которая вам понравилась в серии? Нет, я не помню. Единственное, что меня волновало в работе, это в первом сезоне желание видеть меня стервой. Я с ними была в каком-то таком внутренней борьбе, когда мне хотелось из своей героини сделать живого человека. Я ее старалась сделать огонь. Она женщина-огонь. Она никогда не равнодушна. Она во все включается с огромным темпераментом, со своим тоже перфекционизмом и интересом все сделать на высоте. А у вас вообще присутствует общение с авторами, со сценаристами? Ну, сейчас уже да. Ну, раньше, а потом мы как-то сдружились все. Они вообще присутствуют на площадке? Как это делается? Да, у нас всегда режиссер и обязательно сценарист. На площадке присутствуют, да? Да, да. А что слово-то в последнем итоге? Режиссер или сценарист? Режиссер. Но сценарист... А на Западе, кстати, сценарист управляет рулем процесса. Автор идеи. Нет, просто вообще команда очень доброжелательная и творческая, как-то единомышленническая. Да, поэтому мне кажется, такого... Васильевич, я не замечала, что есть какие-то конфликты. Они всегда слышат друг друга, чувствуют. И есть какой-то ансамбль, мнение. Но все-таки всегда есть ведущий, я так чувствовала, всегда режиссер. Вы так описываете, что это такой вот процесс бесконечного сотрудничества, комфортного для всех. В основе любой драматургии лежит конфликт. Вы понимаете? У вас же должны быть конфликты между авторами и режиссером. Ну как без них? Я знаю, да. У них очень много конфликтов. Мне Вася Куценко, это сценарист один из главных. Спасибо. Он меня смешил, он говорит. Мы сегодня чуть не подрались. С парнями? Да, да. Они команды сидели, обсуждали внутри авторской группы. А сейчас вообще нужно сценарист на площадке? Вообще иногда тяжело, когда сценарист на площадке. Я помню, было такое. Но здесь этот проект уникальный и отличается от многих-многих командой, взаимопониманием. И вот той атмосферой, остро настроенной на высокий результат во всем. В том, как они сделали павильон, как они пишут каждую сцену, весь реквизит. Люди, которые готовят блюда, которые в зале появляются, это реально настоящие повара. Поэтому в данном случае у нас нет врагов, у нас нет конфликтующих. Там все люди хотят одного и хотят профессионального. Неужели на съемочной площадке, где собрана предельная концентрация творческих людей, может не быть конфликтов? Ну, простите. На площадке мир и благодать, да? Как это не противно звучит, да? Ужас. Убивает сведения. Нет, нет, нет. Я вам так скажу, что я вернусь к разговору о Серве. Я боролась со сценаристами и с режиссером. И у нас были конфликты с Димой. Вплоть до того, что я прямо стояла, у меня вот здесь вот ком, прямо вот зарыдаю сейчас. А ком стоял, потому что вы не хотели... Я не хотела соглашаться с тем, что она стерва. А мне очень хотелось, чтобы у нее была душа, чтобы она любила, чтобы она страдала, чтобы она была нежная и хрупкая. И она вас застрадала, залюбила? А вы не смотрели? Я смотрел. Я даже не вижу там особой плоскости. Она вполне, по-моему, тоже страдающий персонаж. Нет, она не страдающий персонаж. Не страдающий? Не страдающий. Она держит удар. Но, конечно, Дима, например, меня часто сдерживала. Особенно во втором сезоне было сложно. Обстоятельства героини достаточно драматичные, а жанр комедии. И мне было очень сложно так вот совместить вот эту наполненность внутреннюю и способ существования легкий. Поэтому я его слушалась, но переживала, что недостаточно глубоко. А сколько снимается одна серия? Ой, я насчитала. По-моему, 9. 10 минут. А, в день. В 3 дня, то есть. Наверное. Извините, у меня все очень плохо с математикой. Я гуманитарий. Я просто пытаюсь понять, как устроен это ситком. Я правильно жанр называю? Нет, и для меня это... Я у вас, я же в интервью, видел слово ситком. Господь с вами. Перекреститесь. Я говорила, наверное, что это не ситком. Я просто категорически против этого жанра, да. Потому что я... Это комедийный, да. Но с большой, мощной романтической линией. Это комедия положений во многом. Очень, очень должно быть живое, тонкое, очень реальное существование без... Как Дима говорит, без пучки, это когда, понимаете, да. Без таких оценок, вот, американизированного такого характера, что я называю, когда они... Понимаете, да, вот эти все их... То есть это изначально закладывалось, чтобы не было вот... Ну, чтобы не смешить мимикой. Это что самое простое. Мне кажется, самое главное, что закладывалось, нужно просто жить этими ситуациями. Не изображать ничего, а просто их проживать. Просто реально существовать в предлагаемых обстоятельствах. Честно. Вопросы драматургии. Ну вот, разбирайтесь в том, куда отклонит автор. Я, скорее, когда уже получаю материал, я разбираюсь, а почему здесь так, чтобы потом эдак... То есть для меня вот эта кардиограмма, вот эта линия, этот путь героини, он, конечно, важен. И вы с ним проработаете перед... Да, я перед съемкой читаю весь сезон и думаю о ней, и готовлюсь к сценам всегда. Я не могу прийти, получить текст, меня даже немножко раздражает, что у нас в сериалах есть такая часто манера, тенденция. Вот актер пришел на площадку, ему всунули распечатку. Я про это слышал, но я не могу себе представить. Он перед сценой там что-то поклевал и вроде как уже и играет в кадре. Я просто не могу, я слишком нервная. Я переживаю, когда мне не хватает времени подготовиться. Например, у меня был такой проект зимой, мне утвердили там за три дня. Я вышла на площадку, и мне просто времени моей души и профессии не хватило, чтобы за эти три дня ее родить. И я когда работала, я переживала, что я пользуюсь красками Доктория Сергеевна. И мне вот не хватило просто времени, а еще в первый съемочный день, когда поставят самый главный монолог, да еще в пьяном виде, да еще и про всю свою боль женскую, да и все. Ну, такие вторые режиссеры встречаются, да. И вот это нужно сразу... Второй режиссер? Второй режиссер, да, планирует. Который распределяет вот эти вот сцены. Он планирует сцены, да. Вот, и иногда, конечно, хочется, чтобы учитывали, что сразу в постель не засовывали героев, которые только встретились, и не играли кульминационные, пиковые вот такие сцены, когда вот так жизнь. А вы не боитесь Виктории Сергеевны навсегда? Боюсь. Это страшно. Ну, просто я сейчас молюсь и прошу проведение послать мне какие-то работы, такие, которые у меня, может быть, были раньше, серьезные, раз, и беззащитные. Вот это качество иное попробовать. Не звонкой, упругой, уверенной, сильной, властной, страстной, я не знаю. То есть, по-моему, экран задрожал у кого-то из зрителей. Ну, такой, да, блестящий во многом, вот, по своей энергетике женщине. А хотелось бы какую-то такую ранимость, бескожность, беззащитность, хрупкость, какую-то такую слабость попробовать. А вот есть такое опасение, что вы станете заложницей амплуа? Да, я этого сейчас безумно боюсь, безумно. Потому что те предложения, которые поступают, уже звоночек. Так, стерва нужна, давайте Подкаминскую живем, да? Да. А еще, ну вот, честно скажите, вы понимаете, что, если спросить, кто такая Елена Подкаминская, это та актриса, которая играет в сериале «Хухня». Да. Играет в сериале, вот стать сериальной актрисой и получить... Ой, это тоже страшно. Немножко грустная тема, но я скажу. Вот. Я долго ждала и мечтала, и надеялась, и работала. Но, скажем прямо, вот не случилось в моей жизни, может быть, встречи там с каким-то серьезным режиссером, арт-хаус, кином, кином, да, именно кином. Но, конечно, то, что вы говорите, хочется быть стоящей, хочется быть настоящей, хочется быть серьезной. Я уверен, что все будет. Я желаю поскорее это обрести. Спасибо. Я вижу в ваших глазах поиск. Да, поиск это да, это правда. Актриса Елена Подкаминская была сегодня за обедом. Меня зовут Владимир Раевский. Счастливо.